В 2016 году в школах района началась реализация муниципальной программы внеурочной образовательной деятельности – уроки здоровья. Их основная цель – мотивировать школьников к здоровому образу жизни. Мы побывали в школе номер 28 Станицы Анастасиевской и узнали, как уроки здоровья проходят там. Программа по проведению уроков здоровья в школах была разработана специалистами управления образования совместно с районной администрацией. В первую очередь она направлена на пропаганду здорового образа жизни у подрастающего поколения. На этих уроках у детей есть возможность узнать больше об особенностях организма человека, воспитать в себе чувство ответственности за состояние своего здоровья. Вот так в рамках Дня здоровья началось утро в 28-й школе. Не как обычно с уроков, а с бодрой зарядки. Затем для учеников начальных классов прошли классные часы, темы которых, кстати, подбираются учителями по возрастной категории школьников. Гигиена, правильное питание для тех, кто помладше, физиология человека, профилактика вредных привычек для старшеклассников. Уникальность таких уроков еще и в том, что любой учитель-предметник может разработать урок здоровья и внести свой вклад в формирование здорового поколения. Также у учителей есть возможность поучаствовать в профессиональном конкурсе на лучшую методическую разработку урока здоровья. Так, учитель начальных классов 28-й школы Наталья Максименко стала лучшей методисткой района по итогам прошлого года. Реализуя программу уроки здоровья, я использую групповые и индивидуальные формы работы, основным элементом которых является игра. Провожу подвижные динамические игры, беседы по сохранению здоровья учащихся. В разработке уроков здоровья учителям помогают и школьные медики. Они доносят ребятам информацию о здоровье с научной точки зрения. Мы преподаем им, что такое гигиена, учим их чистить зубы, мыть руки, то есть, что такое микровы. В осенне-зимний период мы деткам советуем, чтобы кушали побольше витаминов, то есть, чтобы меньше болели. Уроки здоровья интересны школьникам, так как они проводятся в форме кружковой деятельности – конференции, круглых столов, викторин. Педагогами на этих занятиях выступают и сами дети. Своим одноклассникам они рассказывают и показывают на макетах, что будет, если не соблюдать правила личной гигиены. Только в теории обучать здоровому образу жизни невозможно, поэтому спорт и правильное питание – один из главных пунктов урока. Дети занимаются в спортзале, участвуют в эстафетах, после чего в школьной столовой ребятам предлагают подкрепиться полноценным обедом и полакомиться витаминами. На витаминном столе то, что необходимо организму для крепкого здоровья – овощи, фрукты. Я люблю очень сильно яблоки, мне они очень нравятся, в них очень много витаминов, железа, там очень полезные яблоки. Я их ем каждый день, они помогают расти здоровому образу жизни. Нужно есть витамины, овощи и фрукты, чтобы не болеть, быть здоровым. Они очень много дают витаминов. А чтобы ребята имели более чёткое представление, в каких продуктах содержится большое количество витаминов, для них провели конкурс рисунка «Витамины на стол». Уроки здоровья проводятся во всех школах нашего района раз в три месяца. Возможно, в будущем они войдут в основную учебную программу. Ведь с раннего возраста важно научиться не только читать, писать и умножать, но и знать, как сохранить здоровье. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».